Всем привет, Панкратс на связи, и сегодня у меня очередная партийчика пиваса, все с той же разливайчки, которая у меня находится по дороге на дачу. Ездил я, значит, менять колеса, как вы уже неоднократно слышали, заскочил туда, и вот это вот очередной прикуп. Такая вот незнакомая мне абсолютно фирма Бердинберг. Так, брал на ходу, брал не глядя, поскольку весь ценник, ну вот такой, 60, 60, 75, 115, 80, но знаете, что больше всего меня в этой истории зацепило? Это вот эти вот высокие бутылки. Тут вот Бердинбергер Оригинал Дарк, темная, ячменная, Бердинбергер Оригинал Вайтс и Бердинбергер Вайтсон. Казалось бы, ну, ну окей, ну, типа пиво и пиво, но вот эта вот приписочка снизу. Тап 9, тап 5, тап 7. Ну, видимо, не дает покоя ребятам история Шнайдер Вайс, и почему бы и нет? Возможно, возможно, наши начали варить ничуть не хуже. Но! По поводу наших тоже есть небольшая история. Брал не глядя, опять же, вот вчера, думаю, сижу такой вечером, надо хоть почитать, что это за фирма такая. И беру вот первую попавшуюся бутылку и читаю. Производите ООО Дигзивбл. Россия, Алания, Дегора, улица Молодежная. Думаю, что же это за город такой, Дегора? А это, оказывается, Владикавказ. И я такой, опа, опа, как бы, знаете, чё, как бы, как бы потом это самое, извиняться бы не пришлось там, лубрикантик прикупить и всё такое. Поэтому выпуск-то сегодня будет на грани, на острие ножа опасный. Погнали! На сайте у компании Берденберг информации не особо много, но я понял так, что был какой-то завод, который производил винишко, и его потом переквалифицировали в производство пива, сидра и различных неалкогольных напитков типа кваса и всё такое. Не особо важно, уже много где подобные истории проскальзывали. Пивас у меня сегодня относительно свежий, от марта этого года. Если кого интересует этой хашечки, то она здесь такая. Экстрактив здесь начального сусла 10, и крепость у него 3,6%. Сразу бросимся в огонь. Пиво осетинское. Вот такая вот бутылочка. Кстати, вот эта вот самая ОООшка, я проверил, Дигзивбл, нормальная такая, ровная, с низким показателем риска, неплохо закончившая по финансовым показателям 2020 год. Поэтому, в принципе, почему бы и нет? Может быть, вполне себе будет нормальное пиво, и какие тогда будут вопросы. Но, как говорится, меня терзают смутные сомнения. Хотя, ну, ладно, не будем сейчас заморачиваться. Давайте откроем и посмотрим. Приятный дымок пошел из бутылочки. Вообще, для меня подобное пиво вот с такой вот крепостью, это, знаете, что-то из разряда столового. Ну, вот когда ты в обед куда-то забежал, не хочешь пить что-то крепкое, надо легкое, понятное, но в то же самое время освежающее и слегка придурманивающее. А не так, что ты поел, выпил, и тебя сразу вколошматило в стол, и ты весь оставшийся день сидишь и пытаешься просто выбраться из этих объятий сна. Видимо, посыл такой. Что касаемо бокала, то это светло-желтая жидкость. Не очень, конечно, она приглядна глазу, но, тем не менее, назвать ее мочой какой-то или чем-то подобным я тоже не могу. Это, знаете, скорее уходит в какой-то разрез шампанского, что ли. Потому что вот эти вот пузыречки чем-то тоже все это дело напоминают. Давайте понюхаем. Пахнет достаточно сдержанной. В основном это солодовая база, которая, если и приукрашена какими-то отголосками хмели, то они настолько подернуты вот этой вот всей испаренной пивной, что практически неразличимо. В основе своей это вот чисто такой солодовый, сладковатый посыл. Давайте попробуем. Собственно, это я имел в виду. Ничего особо выдающегося в данном вкусе нет. Вот эта вот солодовая картина, она и продолжает ложиться вам на вкусовые сосочки. Само тело очень такое, как это, водянистое, да, простое. Но вместе с тем, я, знаете, не могу сказать, что пивас вызывает какое-то прям такое сущее отторжение. Ну, типа лагер и лагер. Он пустой, понятный, простой. Никакого здесь намека на хмель я не наблюдаю. И вот это вот уже хорошо знакомое, знаете, такое хлебушковое окончание. Дрожжеватость такая некая наблюдается. Но вместе с тем, когда вот эта вот бутылка в достаточной степени охлаждена, нормально охлаждена, и вы пьете, мозг примораживается. Вы особо вот этих всех красок, рассветок замечать не будете. Это просто вот такое летнее, легкое, понятное пиво, которого можно выпить много, с которым не надо заморачиваться. Ты просто берешь себе ящик этого пива, закидываешь в какую-нибудь холодильную камеру, и потом одну за одной достаешь. И вроде как тебя особо сильно не кроет, но в то же самое время что-то ты в рот себе дозаливаешь. Дозаливаешь. Нормальная СО2 хвоя сего напитка. Поэтому, если резюмировать, опять же, то у меня нет никаких ни отрицательных, ни положительных эмоций по поводу сей данности. Есть оно хорошо. Я его выпиваю, не заморачиваясь. Я особо не задумываюсь над тем, что я пью, поскольку, опять же, никаких таких вот явных краеугольностей в данном пиве выцепить не могу. Ни кислинки, ни каких-нибудь мокрых тряпок, ни жеваной мокрой бумаги. Ничего здесь не наблюдается. Все просто. Легкое тело, сладовый посыл и вот эта вот некая хлебушковость на окончании вкуса. Поэтому, я не знаю, если бы вот я находился в каком-нибудь рестике, где пришлось бы много жрать, то, наверное, это было бы хорошим дополнением. Ты не цепляешься ни за что, оно тебя не напрягает, просто пьешь, пьешь и пьешь, и все. Поэтому, вот такое вот мое заключение. Не более того, ни холодно, ни жарко. Есть хороший нормальный лагерь, который подойдет к любому случаю. Как мне кажется, без заморочек, без чего-либо такого. И, в принципе, вот эту свою цену в 60 рублей, он, как мне кажется, полностью оправдывает. Идем дальше. Далее я решил испить Жигулевского. Такое вот классическое оформление, конечно, докручено, доверчено, но, в принципе, узнаваемо. И шрифт, и вот эти все колосья, и так далее, и так далее. Здесь характеристики недалеко. Ушли 4% алкоголя, 11% экстрактивность. Но во всем остальном бутылочка такая же свеженькая, от 21.03 жигулевская. Ну, классика, все знают. Давайте посмотрим, что нам наварила компания DigZiv Blue из города Дегора. Открываем. А может быть, я, конечно, неправильно говорю. Сразу прошу меня просить не Дегора, а Дегора. Может быть, вот так вот, в честь какой-нибудь горы или что-нибудь с этим связано. Смотрим, что здесь налилось. В принципе, по цвету все примерно то же самое. Светло-золотистый оттенок, активно бегут пузырехи вверх. Ну, простой по виду и понятный лакер. Без ухода в какую-то неприятную желтизну и так далее. Поэтому давайте окунем сюда свою насопырину. А вот отсюда уже не идет такой, знаете, советский знакомый запах, который спарил в кухне, когда моя мамочка промакивала губкой, окунутой в жигулевское пиво себе волосики, закрученные в бигуди. Здесь примерно тот же самый аромат, что и в предыдущем. Это, в общем-то, солодовая база, которая ничем больше не дополнена. Ну, практически то же самое, что было в предыдущем бутылке, я чувствую и в этой. Давайте пробовать. А вот здесь уже поинтереснее. Поинтереснее в каком плане. В принципе, это пиво все такое же проходное, такое же водянистое, но в посыле непосредственно его уже не наблюдается такой концентрации именно вот этих солодовых, сладко-солодовых оттенков. Тут какое-то все более чистое послевкусие. То есть просто солодовое чистое послевкусие. У меня такое ощущение, что немного, немного выпирает намек на серьезность. Я не хочу сказать, что это прям какая-то алкогольность, ну какая вот алкогольность в 4%, но, тем не менее, знаете, где-то в середине порылась какая-то такая ступенька, которая, ну, выдает такой некий отголосок чего-то алкогольного, и эта алкоголь нацепляется в некотором роде за язык. Все остальное просто и понятно. Проходно, солодовенько пьешь, без заморочек, без чего бы то ни было. И меня это пиво в общем и целом не напрягает ровно так же, как и не напрягала предыдущая бутылка. Есть оно, нет оно, но если ты хочешь что-то залпануть, вот так вот конкретно приморозить простенько мозги, то почему бы и нет? Надо отдать должное в том плане, что ни в предыдущем, ни в этом экземпляре нет никаких таких вот зазубрин, знаете, которые вот реально цепляются за твой организм и мешают, мешают все это дело проталкивать внутрь. Просто ровно. Ну вот ты, я по сути к этому пивасу равнодушен. Равнодушен в том плане, что не побегу прям его искать и покупать после сегодняшней дегустации, не отложится оно у меня в голове никак, ну вот сегодня я ее выпью, если потом когда-нибудь вдруг где-то оно мне встретится, у меня эта вся картинка всплывет, и я пойму, что вот если мне хочется просто лагерочка, то можно брать вот этот вот самый лагерочек. Хотя вы знаете, вот постепенно-постепенно с каждым глоточком солодовенькое вот это окончание, оно все же начинает подбираться. Оно не такое, конечно, явное, как в предыдущей бутылке, но тем не менее вот это вот сладковатость все же где-то вот на конце подпирает. Ну, это нюансы, это нюансы, на которые можно, наверное, закрыть глаза. Если в достаточной степени всю эту историю охладить, то и просто не будете обращать на это внимание. Поэтому по поводу данной бутылки у меня ровно такие же впечатления, как и по поводу предыдущей. Есть она, нет она, ровно, спокойно. Если надо просто какой-то лагерок, то, как говорится, почему бы и нет. Идем дальше. Ну, а сейчас начинаем подбираться к тому, что поинтересней. Топ-5. Я буду идти по возрастающей. У нас здесь оригинальные вайсы, живое пиво, светлое топ-5, алкоголя 8, экстрактивность 17. Вот это уже, вот это уже должен быть в некотором роде сложный напиток, потому что, как мне кажется, нужно иметь достаточный опыт у себя за плечами, чтобы сварить, во-первых, пшеничное пиво, во-вторых, крепкое пиво, и в-третьих, вкусное пиво, чтобы все вот эти три показателя внутри сочетались, смотрелись органично и ничего не выбивалось. Особенно, чтобы не выбивалась алкашка, поскольку если 8% начнут выбиваться вот на таком экземпляре, то для меня пшеничку будет, конечно, очень сложно употреблять. Очень. Еще, конечно, немного настораживает история про живое пиво. Типа оно не пастеризованное, что ли? Да, не пастеризованное. Но, тем не менее, 29.03. Кстати, сколько оно годно-то у нас? Годно. 30 суток. 30 суток. Да. Видимо, 30 суток прошли. И я сейчас буду пить просрочку. Плохо, плохо, плохо. Но, как говорится, чем черт не шуть? Хотя просрочка не такая уж и большая. 29.03, 29.04, ну так, где-то примерно около полмесяча. Давайте потестим, давайте потестим, что там внутри. Вот так отважно я налил себе практически полбокала. Давайте поглядим. Ну, что касаемо цвета, то здесь полный секс, как говорится. Поскольку это цветочно-цитрусовая такая насыщенная история, экзотическая. Фруктово-цитрусовая, извините. Какая все время цветочно-цитрусовая? Нормально, насыщенный прям такой концентрированный фруктовый напиток. Мутный. Вижу, как активно бегут вверх пузырехи. То бишь, по восприятию, это, знаете, такая а-ля НИПушка. Мне вот такие цвета нравятся, импонируют. Особенно хорошо со всем этим делом сочетается белоснежная пенка. Давайте понюхаем. Ну, вот тут не могу чего-то прям такого явного заковыкастого выцепить. Но мне в нос прям активно лезет фруктовая история. Прям фруктовая-расфруктовая. Приятный такой волнующий, освежающий аромат, впрочем, впрочем, под которым, при желании, конечно, при желании, мне вот пробивается намечек вот этот вот самый на серьезность, который, казалось бы, уже парит непосредственно на самой поверхности. Но, чем черт не шутит, давайте, ну, не смогу сказать, что залпанем, но вот так вот пригубим. Попробуем. Вы знаете, вот что касаемо вот этого непосредственно напитка. Я, наверное, его не могу в полной мере судить, поскольку все-таки, если верить сроку его годности, он уже закончился. И, вероятно, какие-то процессы необратимые в данном пиве начали происходить. Но, исходя из этой данности, я могу сказать только то, что, когда оно было свежим, наверное, вот эти вот все фруктики пробивались более явно, более сильно, напористо, поскольку даже сейчас они прямо вот тупо на поверхности. И это, пожалуй, первое вот такое нефильтрованное пиво. Мне вообще интересно, что здесь у нас. Солод пшеничный, да, есть. Первое вот подобного рода пиво, в котором настолько чувствуются фрукты. Обычно, ну, либо стандартные вот эти вот все классические мотивы, либо какая-то такая хлебушковость, опять же. А вот именно, чтобы вот таким вот образом себя проявляли фрукты, это, конечно, очень и очень неплохо. Причем с таким небольшим оттенком цитруса, приятный достаточно вот этот вот посыл. Единственное, что вот меня сейчас напрягает, это то, что вот эта вот самая серьезность, она в явной степени, конечно же, не ощутима. Никаких вот этих вот водочных резких всплесков или чего-то такого неприятного, но как-то плавает, плавает вся эта история на поверхности вот этим неким посылом серьезности. Знаете, с чем я это могу сравнить? Когда вы вот делаете такую супер лайтовую отвертку, да, много сока, немного водки, но вы как бы в явном виде спирт не чувствуете. Ну вот что-то такое вот как бы посеребряется, да, алкашностью, посеребряется. И вот здесь вот примерно то же самое. Но вроде как бы на поверхности, но при всем при этом ты не чувствуешь всю глубину, силу и алкогольность всего произведения. Поэтому здесь я не могу дать какое-то заключение. Сам, как говорится, дурак. Я еще дурак дважды, потому что не посмотрел на срок годности, увидел, что он там 29 внутри, думал, а бог с ним. И, видимо, я его на исходе срока годности и покупал. Но мне на самом деле было бы любопытно попробовать его еще раз и уже свежим. Поскольку, думается мне, все вот эти вкусовые как чисто оттеночки раскрылись бы в каком-то ином формате. И было бы за ними интересно понаблюдать, перекатывая данный пивас по языку. А так, ну, вы знаете, даже так неплохо, но чудится мне, что могло бы быть еще, как говорится, лучше. Поэтому вот конкретно в данном разрезе, если вы найдете где-то эту историю, то можете попробовать. На самом деле, я вот сейчас сижу, пробую это дальше все. Знаете, у меня какие ассоциации возникают? У меня возникают ассоциации вот с этим милкшейком от штамма, который в Кусвиллах продается. Вот он тоже весь какой-то такой, немного фруктово-посыльный. И вот если бы в него добавить так вот чуть-чуть водочки, чтобы поднять его градус, да, и вот чтобы она тоже как-то серебрилась бы на поверхности, то это были бы прям близкие, на мой взгляд, вкусы, по крайней мере, мне так кажется. Поэтому, ну слушайте, напиток должен быть, наверное, интересным, если он будет свежим. Как-то так. В формате того, что имею я, это, конечно, не то, что хотелось бы получить. Но, шо имеем, как говорится, идем дальше. Вот я лошпед, лошпед раз лошпед. Надо было раньше взять этот обзор, делал. Ну ладно, раз уж начал, надо докончить, как говорится. Но что, что, почему лошпед? Ну потому что, ну это тоже живое и тоже 30 дней. 5% алкоголя, 11% экстрактивность. В общем, чё-то я подрастроен. Открываем. Давайте поглядим, что налилось. Здесь уже концентрат этой фруктовости не такой явный, но, тем не менее, на какую-нибудь тяпушку милкшейковую вполне себе тянет. Приятно, пузыречки вверх бегут активно, мутненько, фруктовенько. Что еще, как говорится, надо? Что еще надо? Это у нас ТАП-7. Это Вайцин. Живое пиво, светлое, пшеничное. Ну, давайте посмотрим, что нам преподнесло время и насколько видоизменился или не видоизменился продукт. Возможно, появились ли в нем какие-нибудь артефакты. Может быть, пиво вообще скисло. Но здесь не вина производителя. Здесь вина дохлоба Аркаши. Давайте нюхать будем, да? Нюхать для начала. А то я уж сразу хотел залповать. Не, понюхаем. Ну, вот это уже чистая пшеничка. Здесь знакомые до боли мотивы вот эти вот бананчик, бананчик, разбананчик. Не такой он здесь явный, но, тем не менее, вполне себе все вот эти вкусовые особенности, сказать, Вайцинов, они ощутимы. Надеюсь, что это будет легкая проходная история, поскольку нажористости я, как уже и говорил, не очень сильно хочу. Пробуем. Опять же-таки, не знаю, с чем это связано. Возможно, с истечением срока годности, но пиво сильно газированное, карбонизированное. И, видимо, ему надо дать какое-то время отстояться. Но оно легкое проходное, и для меня это, пожалуй, важнее всего. Оно даже пустоватое, водянистое на конце, но воспринимать, вот, по крайней мере, данный продукт с истеченным сроком годности, как что-то интересное, и даже для меня что-то такое, что можно было бы пить, достаточно сложно. Поскольку его тело, оно не позволяет в полной степени насладиться непосредственно вкусом самой пшенички. Плюс мешают пузыри. И, видимо, вся суть, вот эта вся вкусовая концентрация ушла из данной бутылки. Поскольку пустовато, достаточно пустовато, и даже для меня. Не знаю, задумывался ли так или нет, но, в общем, какой-то сегодня странный обзор получает. Знаете, пробую осетинскую просрочку. Наверное, так вот его и назовем. Но, не знаю, кстати, зачем я это делаю. Но, поскольку уж начал, ладно, надо закончить. Тем более, что осталась одна бутылка, а потом чисто вот для себя я попробую заехать в этот магазинчик. И, может быть, завезли туда какую-нибудь новую партию. Возьму новую партию и тогда в Инстаграме допилю. Пока, у меня вот прям явных отвращений к данному напитку нет. Это даже не касается того, что мне, возможно, придется извиняться. Но, как бы, пиво и пиво, оно достаточно ровное. В данном случае, как мне кажется, оно подустало. Просто за вот эти вот полмесяца, которые простояло, оно подустало. Даже несмотря на то, что я ее хранил в холодильнике. Думаю, что сатурейшн был бы подкручен, если вот оно прям бы посвежее было. Ну, конечно, 30 суток, 30 суток из Дегоры до Москвы. Ну, как-то прям совсем, мне кажется, не рентабельно, что ли, для магазинов, которые закупают данный продукт. Тащить сюда это и приобретать у дистрибьюторов, поскольку времени тупо мало. Неизвестная бутылка. Я не знаю, на самом деле, как расходится. Возможно, я ошибаюсь. Но в Дмитровском районе, ну, какой-то надо, во-первых, разлить, да. Во-вторых, расфасовать. В-третьих, там, передать на реализацию. Потом привезти. И сколько вот на непосредственно на реализацию самому магазину остается. То есть, это, ну, понятно, что привезти к дистрибьютору. Дистрибьютор развезет это по своим точкам. Сколько? Две недели? Две недели это пиво может стоять на прилавках магазинов. Такое себе. Надо подумать. То есть, если какие-то ближайшие города и районы, где оно варится, это как бы еще Огде. Вот прям логистика быстрая, да. Но когда куда-то в другие регионы везется вся эта история, ну, такое вот прям месяцовое пиво, как мне кажется, везти достаточно сложно. Причем, это даже не полный месяц. Тут написано, что 29.03 разлитый, 27.04 уже кирдык. Поэтому, опять же таки, без каких-то выводов, все мои эмоции по поводу данного напитка вы услышали. Давайте пойдем дальше. Если где-то у Вити свежее, ну, мне кажется, все-таки имеет смысл попробовать, поскольку, ну, вот эта вот легкость и какая-то затухающая усталость в данном напитке наблюдается. Возможно, когда оно свежее, оно круче. Идем дальше. Вы знаете, общее впечатление, мне кажется, можно будет составить вот по этой заключительной бутылочке, поскольку оно из той же самой серии, тапов, тап 9, темное ячменное, 5,5% алкоголя и 13% плотности. Оно действительно годно до 29.09 и произведено 29.03. То бишь, времечко-то прошло совсем немного, буквально вот полтора месяца. И если в данном разрезе пивас окажется достойный, то мне кажется, что неровности предыдущих вот этих двух бутылок можно запросто скосить именно на мою нерасторопность. Давайте откроем, посмотрим. Ради любопытства давайте глянем, что заявлено в составе. Так, вода, вода, понятно, питьевая и очищенная. Солод светлый ячменный, солод карамеризированный, солод темный хмель. Ну, по классике, как говорится. Что налилось в бокальчик? В бокальчик, ну, такая вот структура, так сказать, как обычно. Это черного чая, не очень крепкого. Хорошо все это дело просвечивается, пузыречки бегут активно. Такой, знаете, пионерлагерный столовский чаек. Ну, вот такое. Люди постарше, которые были в пионерлагерях, то и старые, то с союзной формацией, наверное, меня поймут. Давайте понюхаем. Я еще так долго принюхивался, потому что как-то пахнет отсюда не сильно ярко. Невзрачно, я бы даже сказал. Но вот эта вот общая палитра карамельки какой-то вкупе с солодовым посылом, она здесь наличествует. Но ничего больше я, по сути дела, не различаю. Наверное, может быть еще какой-то замес, опять же, вот с этой историей про посеребренность алкоголем. Но, возможно, она просто тупо обманчива. Давайте попробуем, что гадать. Не самый интересный экземпляр темного ячменного, но, тем не менее... Блин, что тем не менее? Какая-то ореховость прослеживается в нем. Прямо такая явная, разъявная ореховость. И, наверное, это его самый... Понятный, единственный плюс, что ли? Ну, поскольку я тупо ничего другого не различаю. Хотелось бы какую-то там карамельность услышать, еще что-то такого. Но здесь, в основном, я различаю тупо орешки. Если кого-то прям эти орешки устраивают, то почему бы и нет? Так это просто тупо темный лагер. Без, опять же таки, каких-то напряжных историй. Просто вот как он есть. Нормальный СО2-хо вы пьете, но во всем остальном, как бы, эти вкусы начинают размываться. Вы получаете тупо свою порцию освежающей темно-лагерной истории с неким орешковым посылом. Если кого-то эта простота устраивает, то ок. Меня, в общем и целом, как небольшого любителя, опять же таки, темных лагеров, в принципе устраивают. Я не знаю, для чего тут до чего-то докапываться. Поскольку, ну, наверное, за цену 80 рублей ребята не то чтобы не могли, но, наверное, просто бы не хотели тупо из-за себестоимости добавлять сюда что-то еще. Технология, в принципе, без краеугольностей. Сколько я уже этого слова рассказал. Но ничего отсюда такого особо яркого и запоминающегося вы не почерпнете. Кроме вот этого вот самого прямолинейного курса, о котором я сказал ранее. Поэтому, если где-то это пиво и зацените, то зацепите, то ни на какие супер-вау эмоции рассчитывать вам тупо не придется. Здесь, на самом деле, у меня больше да, чем нет. Меньше равнодушия, больше в плюс. Поскольку, если, опять же таки, при нормальной обстановке и хорошо ухлажденном всю эту историю употреблять, то особых дискомфортных ощущений вы от него не получите. СО2-ха на нормальном уровне. Тело, в принципе, легкое и понятно. И вот это вот самый такой намечек, орешковость, курс, все, в принципе, хорошо. Не скажу, что многогранно, но, в общем и целом, удобоваримо. Поэтому, если экстраполировать вот эти вот самые мои впечатления от этой бутылки на все остальные, то мне кажется, это вот такие, знаете, уверенные масс-маркетные середнячки, которые не вызывают у тебя какого-либо раздражения. Но, в то же самое время, ты берешь их с магазинных полок в полной уверенности того, что, ну, ты будешь пить, ну, хоть качественное пиво вот в этом самом ценовом сегменте. По крайней мере, что касаемо вот этих вот, вот этой вот серии, да, что касаемо Жигулевского и Осетинского, да, правильно, то там все проще. Гораздо просто, и вот там у меня уже никаких таких вот эмоций на тему того, что податься в плюс или минус не возникает, оно мне просто равнодушно. В этой истории можно поплавать, можно, в принципе, поокунаться в нее, и, как бы, я не знаю, придется ли мне извиняться за сегодняшний обзор, но вот такой вот он получился. Если где-то увидите Берденберг, меня вот, кстати, вот удивительно, да, казалось бы, Владикавказ, ну, блин, какой Берденберг? Зачем вот это вот все вот перевиралово какое-то там уходящее в какую-то, мать его, Германию? Ну, почему нельзя сделать что-то аутентичное? Ну, наверняка есть много, много красивых слов, много красивых названий, не знаю, много красивых гор каких-нибудь, ну, черт, ну, почему вот нельзя вот как-то вот так вот преподнести? А тут Берденберг. Берешь, ну, ты понимаешь, что это никакая не Германия, и отношение у тебя к нему, собственно, такое же. Вот Юсберг. Не знаю, имеет ли это какое-то отношение к Германии. Но, тем не менее, у меня, по крайней мере, вот так вот язык не режет, как вот Берденберг и ему подобный. Поэтому, разве что, нейминг поменять, а в остальном, в принципе, в формате пива за сотку вполне себе можно полюбопытствовать. Почему бы и нет? Ну, а с вами в очередной раз был Аркадий Панкрат. Спасибо всем тем, кто досмотрел данное видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, отмечайте в комментариях. Не забывайте тыкать в колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых выпусках. Подписывайтесь также на мою группу в ВКонтакте, и, конечно же, на Инстаграм. Там бывает чаще. До новых встреч, пока и да пребудет с вами пиво!